Кого боялись древние хищники? Тираннозавр Рекс был одним из крупнейших и сильнейших хищников своего времени. Но даже такое могучее существо могло испытывать страх или избегать столкновения с другими животными, хотя настоящих врагов у него практически не было. Вот несколько существ, которые могли бы вызвать опасения у тираннозавра. Тираннозавры были территориальными животными и могли вступать в конфликты друг с другом. Находки ископаемых костей показывают следы укусов и серьезных травм, что доказывает жестокие схватки между особями за территорию, еду или партнеров. Трицератопс обладал массивным телом и длинными острыми рогами. Взрослый трицератопс мог представлять серьезную угрозу для тираннозавра. На костях тираннозавров нередко находят следы ранений, причиненных рогами этих травоядных динозавров. Анкилозавры были покрыты мощной костной броней и обладали массивной булавой на конце хвоста. Удар этой булавой мог сломать кости или серьезно травмировать тираннозавра. Тираннозавр предпочитал избегать боя с крупными взрослыми анкилозаврами. В реальности главным страхом для тираннозавра была не встреча с конкретным противником, а голод или смертельные травмы, которые могли привести к невозможности охоты и последующей смерти. Такие события, как лесные пожары, наводнения или вулканическая активность, могли также вызвать панику или страх у тираннозавра, поскольку противостоять силам природы он был бессилен. Хотя тираннозавр был и вершиной пищевой цепи, он не был абсолютно неуязвим и мог опасаться отдельных животных или ситуаций, угрожавших его жизни и благополучию. Спинозавр был крупнейшим хищным динозавром, известным на сегодняшний день, и достигал впечатляющих размеров до 18 метров в длину. Несмотря на это, даже он мог столкнуться с достойными противниками. Крупный хищник длиной около 13 метров, обладающих мощными челюстями и зубами, похожими на акулии. Кархарадонтозавр обитал в одно время со спинозавром. Борьба между ними могла быть ожесточенной. Сарказух — гигантский доисторический крокодил, достигавший длины до 12 метров. Сарказух жил в реках и озерах, был превосходным хищником в воде и мог успешно конкурировать со спинозавром за добычу. Конфликт между ними мог быть вероятен возле водоемов. Ругопс — хищный динозавр среднего размера до 8 метров в длину. Хотя Ругопс и уступал спинозавру в размерах, целая стая этих хищников могла представлять серьезную угрозу и конкуренцию в борьбе за пищу. Как у большинства крупных хищников, конфликты между представителями одного вида могли быть частыми. Борьба за территорию, пищевые ресурсы или партнеров могла приводить к серьезным поединкам между двумя взрослыми спинозаврами. Паралититан — гигантский зауропод длиной более 25 метров и весом до 60 тонн. Несмотря на то, что это травоядный динозавр, он обладал огромными размерами и даже один удар его массивного хвоста или ноги мог стать смертельным для спинозавра. Крупные птерозавры, например, аждорхиды. Несмотря на то, что прямой схватки между ними не было бы, птерозавры могли конкурировать за добычу, например, рыбу, особенно если спинозавр был сильно зависим от рыбной диеты. Таким образом, спинозавр, хоть и был одним из самых крупных и сильных динозавров, все же сталкивался с серьезной конкуренцией и угрозами со стороны других могучих хищников и гигантских животных своей эпохи. Алазавр был крупным и мощным хищником позднего юрского периода около 155 миллионов лет назад. Хотя алазавр занимал высокую ступень пищевой цепи своего времени, существовало несколько существ и факторов, которые могли вызывать у него опасения или представлять серьезную опасность. Наиболее серьезными противниками алазавра были другие представители его же вида. Конкуренция за территорию, пищу или партнеров могла привести к ожесточенным схваткам. На останках алазавров часто находят свидетельства таких боев. Укусы и травмы, нанесенные другими особями. Зауроподы, например, диплодоки, брахиозавры. Несмотря на то, что алазавры охотились на молодых и больных зауроподов, взрослые особи диплодока, брахиозавра и других гигантских травоядных динозавров представляли собой опасную добычу. Массивные тела, мощные ноги и тяжелые хвосты этих динозавров могли нанести серьезные травмы и даже убить нападающего алазавра. Стигозавр обладал массивными шипами на хвосте, так называемый таганайзер, которыми мог эффективно защищаться от нападения. Удар хвостом стегозавра мог легко травмировать или убить даже такого крупного хищника, как алазавр. Торвозавр был одним из самых крупных плотоядных динозавров, которые жили одновременно с алазавром. Он был более массивным и обладал более мощными челюстями. Столкновение с торвозавром, особенно за добычу, могло привести к серьезным последствиям. Хотя циратозавр был несколько меньше алазавра, он обладал крепкими челюстями и крупным рогом на носу, которым мог наносить опасные ранения. Особенно это касалось схваток за территорию и добычу. Реальными угрозами для алазавра были также голод и травмы. Любая серьезная травма могла лишить его способности охотиться, что неизбежно приводило бы к смерти от голода или атаки других хищников. Алазавры, как и другие существа, могли бояться стихийных бедствий, таких как извержения вулканов, землетрясения, наводнения и пожары, перед которыми они были бессильны. Хотя алазавр и был одним из главных хищников юрского периода, он не был абсолютно неуязвим и имел множество причин избегать столкновений с определенными животными и ситуациями. Велоцираптор был относительно небольшим, но крайне эффективным хищником позднемелового периода, около 70 миллионов лет назад. Из-за своих размеров, а это 2 метра длины и вес до 15 килограмм, велоцирапторы были уязвимы для более крупных хищников и имели множество опасных конкурентов. Наибольшую конкуренцию велоцирапторам составляли представители своего же вида. Борьба за пищу, территорию или партнеров часто приводила к агрессивным столкновениям. Дейноних – более крупный родственник велоцираптора, который также обладал мощными серповидными когтями на задних лапах. Дейноних был сильнее, крупнее и мог легко вытеснить велоцирапторов из их охотничьих территорий. Тарбозавр – огромный хищник длиной около 12 метров, близкий родственник тираннозавра, обитавший в тех же регионах, что и велоцираптор. Это современная Монголия. Тарбозавр мог убивать велоцирапторов и отнимать у них добычу, представляя смертельную угрозу. Протоцератопс – хотя это был травоядный динозавр, он представлял серьезную угрозу для велоцирапторов. Протоцератопс был массивным животным с крепким клювом и мощным телом, способным причинить серьезные травмы. Известны находки окаменелостей, демонстрирующие смертельную схватку между этими двумя видами. Аверапторы были всеядными динозаврами размером до двух метров, которые могли конкурировать с велоцирапторами за яйца, птенцов и мелкую добычу. Хотя прямые схватки были редкими, конкуренция за пищевые ресурсы была неизбежна. Завра не тоит. Еще один мелкий терапот, около трех метров, населявший Монголию в то же время. Он был ловким и быстрым, что делало его конкурентом велоцираптора при охоте на мелких животных и рептилий. Троадон. Умный и ловкий динозавр размером до двух метров. Троадоны охотились стаями и имели крупные глаза, позволяющие успешно охотиться ночью. Они могли конкурировать с велоцирапторами, вытесняя их из наиболее богатых охотничьих угодий. Крупные летающие рептилии с размахом крыльев до 10 метров могли охотиться на тех же мелких животных и падаль, что и велоцираптор, представляя конкуренцию за ресурсы. Мазазавр. Мазазавры были крупными морскими рептилиями, господствовавшими в позднем меловом периоде, примерно 82 миллиона лет назад. Они находились на вершине пищевой цепочки морских экосистем своего времени, однако даже у таких мощных хищников были серьезные и опасные конкуренты. Основная конкуренция мозазавров происходила с представителями своего же вида или с другими мозазавридами, например, тилозавром или прогнатодоном. Борьба за территорию, добычу и партнеров могла приводить к ожесточенным схваткам. Тилозавр. Огромный мозазаврид, достигающий до 15 метров в длину. Тилозавр обладал мощными челюстями и агрессивным характером, что делало его серьезным конкурентом для мозазавра. Оба вида могли вступать в схватки за добычу и территорию. Плеозавры. Гигантские морские рептилии с массивными челюстями, обитавшие примерно до начала распространения мозазавров. Хотя хронологически плеозавры чаще обитали чуть раньше мозазавров, некоторые их виды могли частично сосуществовать, конкурируя за ресурсы. Кретоксирина мантели, так называемая акула генсу, была крупным хищником до 8 метров длиной, населявшим моря позднего мелового периода. Эти акулы могли конкурировать с мозазаврами за пищу и даже нападать на молодых или больных особей мозазавров. Ксифактин. Огромная хищная рыба, достигавшая до 6 метров длины. Ксифактин также имел преимущество в челюстях и острых зубах и мог конкурировать с молодыми или некрупными мозазаврами за еду. Эласмазавры были длинношеями морскими рептилиями, способными достигать 14 метров длины. Они занимали схожие экологические ниши, конкурируя за рыбу и головоногих моллюсков. В некоторых случаях мозазавры могли нападать на них, но взрослые особи эласмазавров могли успешно отбиваться и даже травмировать нападающих. Мегалодон или Атодус мегалодон был крупнейшей хищной акулой в истории Земли, обитавшей примерно 23 миллиона лет назад. Достигая размеров 18 метров в длину, мегалодон господствовал в морских экосистемах и занимал вершину пищевой цепочки. Несмотря на это, у мегалодона были конкуренты и потенциально опасные противники. Наиболее серьезные столкновения могли происходить между мегалодонами за пищевые ресурсы территорию или партнеров. Находки зубов с повреждениями говорят о жестоких схватках между особями. Левиафан Мелвила. Гигантский хищный кошелот, достигавший примерно 17 метров в длину. Он обладал огромными зубами до 36 сантиметров и мощными челюстями, способными наносить глубокие раны. Левиафан питался крупными морскими животными и был реальным конкурентом мегалодона. Базилозавры и зигаризы. Гигантские древние киты-хищники, например, базилозавр, также занимали верхние позиции пищевой цепи, конкурируя с мегалодоном за крупных животных и китов. Предки современных косаток начали появляться к концу существования мегалодона. Группы этих китообразных могли успешно конкурировать за добычу и даже атаковать молодых или ослабленных мегалодонов, снижая их численность и доступность к пище. Стай древних акул, такие как гемемпристисы и кархарадоны, могли атаковать или отбирать добычу у молодых или раненых мегалодонов. Некоторые древние морские крокодилы, например, Пуросавр, могли достигать более 10 метров в длину и занимать похожие экологические ниши, конкурируя с молодыми мегалодонами за добычу и территорию. Титана Буа была крупнейшей змеей, когда-либо существовавшей на Земле, жившей примерно 58 миллионов лет назад, вскоре после вымирания динозавров. Она достигала впечатляющих размеров, до 15 метров в длину и весила более тонны. Несмотря на это, даже такой огромный хищник мог иметь опасных противников и конкурентов. Вероятно, самой серьезной угрозой были другие Титана Буа, конкурирующие за территорию и пищевые ресурсы. Схватки между такими гигантами могли приводить к серьезным травмам и даже смерти. Гигантские древние крокодилы, достигавшие длины до 12 метров, могли успешно конкурировать с Титана Буа за пищу и территорию. Столкновения между этими рептилиями могли быть жестокими и опасными, особенно в воде или у береговой линии. Карбонимис. Огромная пресноводная черепаха, диаметр панциря которой достигал двух метров. Карбонимис обладала очень мощными челюстями, способными наносить серьезные травмы и могла успешно обороняться от нападений Титана Буа. Крупные древние акулы, населявшие океаны и заходившие в устье рек, могли представлять угрозу для Титана Буа, особенно для молодых особей, когда те плавали или охотились на мелководья. Некоторые хищные млекопитающие, такие как древние криодонты, могли быть потенциальными конкурентами, особенно за молодую добычу или падаль. Прямые столкновения, вероятно, были редкими, но конкуренция за ресурсы существовала. Огромные древние рыбы, такие как аропаймы или другие крупные хищные виды, могли конкурировать с Титана Буа за пищу, особенно в богатых рыбой реках и озерах. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Ставьте палец вверх и оставляйте комментарии. Не забудьте подписаться на канал, а также жмите в колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео от канала Реальное Нереальное.